Поднять паруса под таким девизом пройдет 2021 год, уверены астрологи. Несмотря на то, что пандемия и нестабильность в экономике какое-то время продолжится, морально все же станет проще. Провидцы уверены, мы запомним начало нового десятилетия как время головокружительных открытий. Цифровизация и нанотехнологии, о них мы будем говорить все чаще. Богатство будет исчисляться в знаниях, информации и умении ею пользоваться. Обстоятельства и новые законы заставят многих меняться, причем в режиме «здесь и сейчас», поэтому сложнее будет ценителем стабильности – это водолеи, львы, тельцы и скорпионы. Им звезды советуют не держаться за старое и скорее хвататься за новые возможности, которые подарят перемены, особенно в феврале и июле. А вот знаком так называемого мутабельного креста, то есть близнецам, девам, стрельцам и рыбам, год покажется гармоничным и щедрым на подарки, в том числе денежные. Им звезды пророчат пробуждение новых ресурсов и талантов. Главное – отбросить все страхи, уточняют астрологи, и слушать свою интуицию. Жизнь меняется, и у них появляется новый подход к жизни. Они легче перестраиваются, они могут уловить момент. И может быть, вот просто по наитию, допустим, вложить куда-то деньги, либо что-то успеть купить, либо какую-то информацию получить извне. И она им может пригодиться, потому что за отмение этого года они будут нести позитивчик, радость, счастливые случайности и возможности, если мы доверяем своему чутью интуиции. В жизни Овнов также многое переменится, гарантируют звезды. Но автором станет не Фортуна, а сами представители огненной стихии. Они почувствуют желание увеличить доходы, и тем, кто не побоится шагнуть в неизвестность, улыбнется удача. Кстати, многих в этом году ждет встреча с любимым человеком, а те, кто уже в отношениях, закрепят их в ЗАГСе. А вот раком год покажется простым, легким и стабильным. Трудолюбивых ждет карьерный рост. Но смотрите, не перетруждайтесь, больше внимания сердечной и пищеварительной системам, умейте отдыхать. Весы в год БК будут полны идей и находок, правда, торопиться с их воплощением звезды не советуют. Учитесь, повышайте уровень знаний, тщательно все планируйте. В противном случае новый бизнес может ждать неудача. Без резких движений такой совет звезды дают козерогам. Больше лояльности и терпения к близким. Это поможет наладить партнерские связи и вывести дела на новый, более прибыльный уровень. О том, что год будет в целом необычным, говорят и торологи. Желаний и амбиций много, но следование законом на первом месте. Придется уживаться в заданных рамках. Карта, подсказывающая путь к успеху, аркан-отшельник. Этот аркан говорит нам о том, что мы должны ориентироваться на собственную мудрость, придерживаться собственных правил и рассчитывать, к сожалению, каждый на себя. Выстраивать собственные опоры, учиться чувствовать, понимать ситуацию, учиться разруливать собственные проблемы, потому что рассчитывать некогда, не на что. Это такой аркан мудрости, мудрого поведения, иногда может быть отстраненности даже какой-то, от того, что вас лично не касается. Первый, давайте здесь. Второй, вот здесь. А вот цифровой код, зашифрованный в дате года, сообщает нам о том, что в 2021-м нас ждет некое грандиозное открытие, рассказывают нумерологи. Что-то из области фантастики станет реальностью. Об этом мы узнаем в период с 12 февраля по 22 марта. По словам нумерологов, лучшее время в 2021 году – весна и лето. Начнется примерно 23 марта, когда начнется славянский Новый год, наш, родной. И продлится он до летнего солнцестояния, то есть это где-то до середины июня. Причем это свет для всех абсолютно. То есть у всех пойдет в гору, пойдут дела абсолютно во всех сферах. В гору пойдут все начинания, как хорошие, так и плохие. Но последние по закону бумеранга могут неприятно ударить под правителю, объясняют правицы. Поэтому очень важно посылать в мир только добрые мысли. Их Вселенная приумножит во много раз. Такова новая высокочастотная особенность планеты, вступающей в эпоху водолея уже в этом декабре. С каждым днем просветленных и созидающих на Земле будет все больше и больше. А значит, пандемию мы обязательно преодолеем. Лариса Шлафаст, Гульфия Сафина, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.